...даже обзывала убийцей. Орестас, боюсь, у твоей сестры начинается паранойя. А это еще больше осложнит ситуацию. Доктор, как вы думаете, сестре когда-нибудь удастся избавиться от этого кошмара? Не знаю. Но почему? Почему ни один врач не может ее вылечить? Ну, что тебе надо сказать? Пандора девушка очень закрытая и нелюдимая. Невозможно выяснить, что она думает и что чувствует. Больше того, мне кажется, она старается это скрывать. Как бы мне хотелось узнать, что ее так мучает. Клянусь, я бы все удал, лишь бы не видеть ее такой. А который час? Спасибо. Уже поздно, мне на лекцию пора. Удачи вам. А ты, толстушка, не мудри. Наслаждайся жизнью. Целую. Хорошо, пока. Пока. Рассказай. Я думала, тебе нравится быть полицейским, а ты, оказывается, собрался учиться. Конечно, мне нравится быть полицейским. Но я всегда хотел шевелить мозгами и учиться. Только сложно, когда у тебя пусто в кармане. Сама знаешь, сколько денег нужно. Это точно. И что же ты надумал? Я выяснил, что в этом году университет выделил несколько стипендий. Хочу принять участие в этой лотерее. Вдруг повезет. Это может стать выходом и для меня. О чем ты? Да так, ерунда. Слушай, а почему ты сказал, что сбежал? От кого? Сегодня утром мы проводили оперативные мероприятия. Причем в особняке Вильянуэва. Арестовали Олимпио Меркури. Что? Да. Главнокомандующий считает ее главной подозреваемой в покушении на отца Са. Ближе к делу, Рокки. Тебе же лучше самому во всем признаться. Я не уверен, но по-моему был дома. Ты это брось. Уверен, не уверен. Выкладывай правду. Надо подумать. Рокки, мое терпение не безграничное, так что хватит тянуть. Да, да. Точно, я был дома. Никуда не выходил. Значит, был дома. Одна из девушек, которая работает у Вильянуэва, видела, что ты вернулся домой за полночь. Проклятая нимфа. Это из-за нее я попал в переплет. Никогда себе не прощу, что дважды упустил шанс ее придушить. Ну так что, Рокки, ты мне ответишь, я жду. Минутку. Она сказала, что видела, как я возвращался из сада, правильно? Да, и что дальше? Но это не означает, что я не был дома. Действительно. А ты мне можешь объяснить, что делал в саду глубокой ночью? Звезды считал. У меня дочь почти ровесница Валентины. Сами понимаете, у меня нет причин ненавидеть эту несчастную сиротку. И уж тем более ее тетю Цаса. Но ни для кого не секрет, что вы из Цаса оспариваете наследство. Или вы это будете отрицать? Комиссар. Цаса всю свою жизнь была чистолюбивой и страшно завидовала мне, потому что так и не смогла подцепить себе мужа. Но, несмотря на это, я не испытываю ненависти к ней. Вы лжете. У девочки есть только один враг. Олимпия. Боже. Нет, я никогда не поверю, что эта женщина может замыслить убийство. Да ты что? Эта сеньора не раз свое жало показывала, и ты лучше меня это знаешь. Да, Йорди. Нет. Я не могу поверить, что она решилась на такое злодейство. Успокойся, толстушка, не переживай. Тебе же будет лучше, если подозрения Франклина оправдаются. Господи, о чем ты, Йорди? Как меня могут радовать подобные вещи? Да что с тобой? Ты решила пойти на попятную? Нет, дело не в этом. Просто я не могу понять, что мне это даст. Это же элементарно. Если эту дамочку обвинят в убийстве, она больше не будет портить тебе жизнь. Уже много лет. Даже не припомню. Ну, надо же. И что будем делать? Мне нужно знать точно. Я была еще подростком, когда мои родители наняли его на свою яхту. А как случилось, что он оставил яхту и стал работать на вас? Произошел несчастный случай. Яхту сгорела, мои родители погибли. А Рокки спас меня. С тех пор мы не расставались. Понятно. Вы хотите сказать, что других родственников у вас нет? Нет. Рокки заменил мне семью, поэтому я не позволю вам его оклеветать. Ошибаетесь. Мы этим здесь не занимаемся. Я так понимаю, вы очень привязаны к Рокке. А он, в свою очередь, предан вам, не так? Да. А почему вы об этом спросили? Потому что хочу понять, как далеко может зайти его преданность? Способен ли он, чтобы услужить вам, пойти на убийство? Да нет, вы не угадали. Тогда говори, Рокки, что ты делал ночью в саду? Кое-кого ждал. У меня было свидание. Свидание, говоришь? Женщины. Вы разве не встречаетесь с женщинами? Это тебя не касается. Неужели из-за того, что вы постоянно вращаетесь среди полицейских, вам пришлось сменить ориентацию? Ты меня не провоцируй, гад. Мне не до шуток. Успокойся, Франклин. Если ты меня не отпустишь, мы вообще язык не найдем. Ну, тогда хватит дурака валять, а то я начинаю терять терпение. И какую же женщину ты ждал в саду? Одну из служанок. Ее зовут Нерей де Лобес. Не пойму, зачем они забрали Рокки. Ведь он даже не знал, что убили эту сеньору. У полицейских такая работа. Проводить расследование. А у Рокки... У него на лице написано, что он знает больше, чем говорит. Значит, его забрали из-за лица? Это несправедливо. Да ты что, Нерейда, нашла кого защищать? Или забыла, что он сам тебя рассчитал? Слушай, нимфа, будь добра. Не лезь, куда тебя не просят. Иначе я за себя не отвечаю. Осторожно, детка, ты можешь ее поранить. Что это вы так расшумелись? Дьорди, я не могу радоваться. Неужели ты думала, что я запрыгаю от счастья, узнав, что сеньора Олимпию задержали? А разве не Олимпия выжила тебя из дома? У тебя что, мозги коротнуло? Ну, я не могу не думать о том, что сейчас творится в доме Виленуэва. И не могу забыть, что они мои родственники. Понимаешь? Ну, здесь ты права. Эти люди высоко летают и не привыкли, чтобы к ним приходили с обысков. Разумеется. И потом, я просто уверена, Арестас и дядя Хуан Анхель наверняка решили, что это я попросила Франклина арестовать эту сеньору. Нет, Валентина, ничего подобного. Все было по закону. Представляешь, даже моя недотрога нас поддержала. Не может быть. О чем ты говоришь? О том и говорю, что девчонка сама обвинила свою мать в убийстве. Сказала, что хочет ее разоблачить перед всеми. Что? Ее родная дочь? Боже ты мой! И что же такого знает Пандора о своей маме? Валентина умрет от радости, когда я ей скажу, что она сможет учиться в университете. Крюстная, я чуть не умерла, когда увидела, под какие проценты банк выдал вам кредит. И как вы собираетесь выплачивать такие деньги? Дорогая, с этим я потом разберусь. Кто знает, может, я найду себе работу на телевидении. Как актриса? Детка, а как еще? Разумеется, как актриса. Это же моя профессия. Я же не стану проситься в секретарше или администраторше. Крюстная, я спросила, потому что вы сами поклялись, что никогда больше не будете выступать. Да, но это обещание я дала много лет назад. И теперь я его отменяю. Могу вернуться, когда захочу. Я заставлю эту гадюку Олимпе отказаться от идей погубить нас. Арестес? Так вот почему ты подозлала Каренью арестовать мою мать. Автор сценария Рассан Нанегрин. Композитор Франциско Кабрухас. Операторы Рафаэль Нуньес и Доминго Фуэнтес. Продюсер Ана Висоса. Режиссер Хосе Алькальде. На русский язык фильм озвучен компанией Zone Vision по заказу... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. Редактор субтитров А.Кулакова